Ну, в основном, конечно, официальные сводки и то, что на самом деле они немножко отличаются. Конечно, тут приезжают и МЧСники помогают, и, насколько мне известно, там часть военных была. Но в основном жители пытаются справляться своими силами. Хотя, конечно, надежды, по словам жителей, надежды на то, что они получат какую-то существенную компенсацию за то, что случилось у властей, нет. Сила властей и внимание властей больше приковано сейчас, ну, направлено, вернее, на учреждения, которые являются либо органами местной власти, либо школами, известно, что в селе Орлином школа подтоплена была, да, и различными коммунальными учреждениями и государственными учреждениями, как вот местные власти обозначили. А на жителей и на восстановление их домов уже во вторую очередь направляется все это внимание. Что касается рек, например, то на реки нужно было обращать на то, что поднимать тему рек очень интересно. С одной стороны, очень, вернее, как это, так вот, трудно. С одной стороны, конечно, власти уже взяли за реки наши местные, небольшие, надо сказать, очень небольшие речки у нас, и они начали их зарегулировать, строить бетонные берега, строить берега с гравийным наполнением и с металлическим каркасом. Это деньги, и эти деньги власти осваивают, осваивают под страхом того, что им они получат, нагоняют начальство, если эти деньги не будут освоены. Местные жители таким освоением довольно далеко не всегда. Как показал последний ливень и последние события, вот это так называемое укрепление, оно не всегда спасает от перенаполнения водой, от подтопления, от того, что реки выходят из берега. Но уничтожается, естественно, естественный ландшафт, уничтожаются удобные для жителей пути коммуникации, и на это не обращают внимания те, кто это делает. Поэтому говорить об этом, вот начнешь говорить об этом, а власти начнут требовать от Москвы еще больше денег для того, чтобы якобы нужно расчищать русло реп. Русло реп эффективно расчищено, могут быть не расчищены, но деньги, конечно же, будут освоены. Освоены в уродливой форме, как вот мы видим на примере Севастополя. Конечно, русло нужно расчищать, конечно, нужно прежде всего, прежде русел рек, думать о ливневой канализации, о стоках, советоваться гидрологами, куда направлять водные потоки, как эти стоки строить. И не закатывать, как у нас вот сейчас последние годы было, за канализацию в асфальт, а чистить ее и благоустраивать. Ну, делать такое, которое может принять большие потоки воды. Поэтому вот тут поднимать эту тему, это будет повод для властей, как они на СМИ обращают внимание, да, на высказывание общественности, повод для властей просить еще больше денег. Будет ли это эффективно использовано? Сомневаюсь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!